Обращаюсь к комментаторам, сегодня на YouTube там появился один всезнающий, да, который все знает, из Кыргызстана. Парень предлагает своим соотечественникам поехать по литовской визе в Швецию, подать на убежище и предлагает нам, чтобы мы не засоряли людьми мозги. Хорошо, отлично. И второй комментатор в фейсбуке рассказывает о том, как он приезжал в Швецию по туристической визе, ходил там, бродил, искал работу без языка и ничего не нашел, и все это на самом деле ерунда. Вот. Обращаюсь и к первому, и ко второму. Не несите бред. Вы не имеете опыта, вы не имеете знаний в этой области, вы не понимаете, что мы хотим, и не понимаете, к чему мы стремимся, как компания. Вот. И ваши комментарии там не нужны. Обычно таких я блокирую, и до свидания. Итак, что мы сейчас планируем сделать в Швеции, к чему мы идем? В Швеции у нас собирается информация, мы планируем сделать компанию. Компания будет заниматься клинингом, компания будет заниматься промышленным альпинизмом. Это два направления, очень высокооплачиваемых направления. Зарплата будет средняя по Швеции, это очень высокая сумма. Чтобы вы знали по шведским зарплатам, можете просто загуглить и посмотреть, какая минимальная зарплата до налогообложения и после налогообложения. Вот. Вы будете проходить официальное трудоустройство, язык вам для этого не нужен. За вами будет бригадир, который говорит на вашем языке, а если мы говорим про Киргизию или там Узбекистан, который говорит на шведском языке, он будет руководить процессом. Компания будет заниматься уборкой в помещениях, это будут частные компании, государственные предприятия, больницы и так далее. Мы сейчас ищем уже партнеров, которым нужны наши услуги. А второе – это промышленный альпинизм. Но для этого нужны будут ребята, смелые, которые не боятся высоты. Промышленный альпинизм – это вообще высший пилотаж в Европе, это очень высокие заработки. Вообще, Швеция – это очень высокооплачиваемая страна. Вот сейчас я общался с людьми, которые живут в Чехии, они из Праги, едут в Сокольм работать, потому что там очень высокие зарплаты. Мы предполагаем сделать компанию. Компания обеспечит жильем, компания обеспечит продуктами, если вы захотите. То есть, в принципе, человек приезжает на контракт, работает. Всего контракт будет на 2 года подписан. За 2 года вы получите пластиковую розовую карточку. Это как виза, позволяющая вам въезжать в Евросоюз и находиться там сколько угодно в течение двух лет. Второе – вы получите ID-карту. По ID-карте ID-карта дается на 5 лет. Я делал недавно ролик из Стокгольма. Это как раз та ID-карта, которую получил наш товарищ с таким окошечком с фотографией. И ID-карта позволяет вам получать бесплатное образование, страховку и так далее, фактически подтверждающую то, что вы уже резидент. ID-карта на 5 лет. Дальше, когда контракт с нами закончился, вы можете его либо продлить, либо устроиться на другую работу без проблем. Через 2 года вы можете себе найти все, что угодно. Через 4-5 лет, когда вы живете по этой розовой карточке, можно спокойно подавать на гражданство. Если трудоустраиваетесь вы, то семья с вами едет автоматом. То есть, семью можно взять с собой. Что мы хотим вам сказать? Ребята, в настоящий момент пока этой услуги нет. Единственное, что я могу сделать, это пообщаться с вами в режиме консультации. Это будет часовая консультация. Я могу взять от вас резюме, я могу его посмотреть, сказать, где и что подкорректировать. Потому что ваши документы будут подаваться непосредственно, размещаться на определенном сайте, где кроме вас также будут поданы заявки. Естественно, мы в приоритете будем выбирать вас, но официальную процедуру нужно будет пройти. Какое участие нашей компании в России? Мы полностью на себя берем обеспечение подготовки документов на российской или на киргизской стороне. Мы говорим, что собрать, как собрать и так далее. Мы полностью взаимодействуем со шведскими юристами, чтобы вас подать на свою же компанию, на этот розыгрыш, на этот аукцион. После того, как все выиграно, дальше уже дело техники, там 2-3 месяца, вы все получите. Сами лично проходите на своем опыте, сам лично для человека получал и розовую карту, и ID-номер, ID-карту. Так что, я, кстати, нахожусь в Канкун. У нас приезжают семьи. Мы отвозим, подаем, карта сработает. То самое знаменитое место в Канкун. Остаете 10-15 минут, и у вас будет прекрасная фотография с этой замечательной надписью. Итак, ребята, комментаторы, комментируйте только то, что вы знаете. Не надо нам рассказывать о своем негативном опыте. Вы проиграли. Сидите со своим проигрышем и молчите. Не надо никого кошмарить, хорошо? И такие люди у нас сразу просто, как только вижу, что там что-то идет, сразу их удаляют. Достаточно людям того, что с ними происходит в их стране. Их и без вас хорошо уже накошмарили. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наши сайты. Привет вам из солнечного, жаркого, летнего Канкун. Всем всего доброго, пока.